Приравняют ли вейпы и кальяны к обычным сигаретам? Эта инициатива столичных парламентариев сейчас находится на рассмотрении Госдумы. Но по данным статистики, вообще с момента принятия антитабачного закона число курильщиков снизилось почти на четверть. Впрочем, по-прежнему немало тех, кто не прочь подымить в подъездах, на лестницах и детских площадках. Владимир Стариков продолжит. Как только нас курят в подъезде, сразу начинает пахнуть в квартирах. Квартира маленькие дети. У лестничных площадок в доме на Красноказарменной улице необычная планировка. Нет окон и даже дыма от пары сигарет достаточно, чтобы в подъезде образовался густой смог. Жители быстро вычислили, что курит в подъезде соседка с третьего этажа. Она опирается ногой о стену и прочерла дырку. Доходила и до славесной перебранки. Никакого эффекта это не оказало. Собрав подписи со всех соседей, Михаил вызвал участкового. Но просто так оштрафовать курильщицу он не может. Я должен увидеть нарушителя, как он курит, нарушает именно законодательство. Если виновника удается поймать за руку, ему выписывается штраф в тысячу рублей. В любом другом случае приходится ограничиться беседой. После такой беседы, как правило, люди понимают, взрослые все, соответственно прекратят эти действия. Похожие истории в каждом втором многоквартирном доме. Курят не только на лестничных клетках и общих балконах, но и на детских площадках. Там штрафы больше, от двух с половиной тысяч рублей. Однако многих и это не останавливает. В этот же двор на улице Красноказарминой бегают по будням школьники. Курят здесь, то есть, как мы видим, бросают бычки, пачки, мусорят. Выхожу, подхожу к ним, очень часто делаю замечания, прошу покинуть сигареты территорию. К сожалению, подростки не реагируют. Заметно комфортнее благодаря антитабачному закону стало в ресторанах и кафе. Но теперь курильщики стоят либо около входа в заведение, либо прячутся во дворах, как здесь, на Дверской. Замкнутый двор, колодец. Воздуха здесь нет. Для людей, проживающих здесь, особенно для детей маленьких. Тут и астма, и все заболевания, какие только можно, и у детей, и у взрослых начинаются. Однозначно в пользу антитабачных мер, говорит статистика. За три года действия закона курящий среди взрослых стало меньше на четверть. Среди подростков и вовсе на две трети. Бросают часто из экономии. Акцизы на табак растут, штрафы за курение в общественных местах немаленькие. В 2014 году привлекалось около полутора тысяч человек к ответственности. В 2015 году это было уже 68 тысяч 500. И в 2016 году 48 тысяч 500. На 20 тысяч меньше привлеченных. Сейчас Минздрав России готовит новый пакет антитабачных мер. В будущем продавать сигареты хотят чуть ли не с 28 лет. Владимир Стариков, Артемий Ченков, Михаил Шевченко, Александр Косинков. Вести.